Учитель – это судьба, которой не может быть лучше. Она огнем зажигает сердца, теплом согревает душ. Я очень рада, благодарна судьбе, что я учитель. Молодой педагог Центра образования Александра Стрижова в первый раз участвовала в городском конкурсе «Современный учитель начальных классов». В качестве конкурсной работы она отправляла на суд-жюри видеозапись открытого урока по математике для учеников первого класса. Подготовка к конкурсу далась Александре Вадимовне непросто, но на этом пути учителя поддержали коллеги и руководство учреждения. В итоге в этом году Александра Стрижова стала лучшим современным учителем начальных классов. Одна бы я не справилась, нужно было снять урок, потому что ты его одна не снимешь, нужны были коллеги. И большое спасибо им за помощь и за то, что администрация меня выделила и поверила, что я смогу. Для классного руководителя пятого класса третьего лицея Татьяны Шалдамановой участие и победа в конкурсе «Классный руководитель года-2022» – первый и очень значимый опыт. Конкурс проходил в два этапа – презентация педагогического опыта, видеовизитка, демонстрация открытого классного часа. На мероприятии педагог поговорила с детьми на актуальную тему – утилизации и переработки мусора. Я первый раз принимаю участие в такого рода конкурсах. Но в первую очередь я это делала, скажем так, нисколько ради себя, сколько не доказать, что я что-то могу, а ради лицея родного, где я давно работаю, и ради детей, родителей, чьим классным руководителем я являюсь. Своего пятого педагогического опыта. В качестве итогов года в Доме учителя прошло награждение победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства педагогов. Дипломами и подарками наградили самых активных работников образования, которые не побоялись попробовать себя в новых формах работы и показали отличные результаты на городском уровне. Сегодня в образовании остаются две категории людей. Первая категория – это влюбленные в свою профессию, не представляющие себе жизни без нее. И вторая – которые пытаются понять, ваша ли эта история. Вот я хочу, чтобы из категории, если вы относитесь или ваши коллеги относились, кто-то, которые пробуют, ваша ли эта история, точно переходили в тот разряд, когда вы без этого не можете жить. Потому что все остальные уже разбежались. Поэтому это действительно так, и сейчас остаются только те, на ком действительно держится система образования. После торжественной церемонии награждения все участники мероприятия сделали общую фотографию.